Святитель Иоанн Златоуст в беседах на первое послание к Олимпинам говорит следующее Делающий добро и испытывающий зло получит большую награду Не удивляйся, когда видишь, что праведный, совершающий великие подвиги, терпит множество бедствий Ибо надлежало бы девице противному, то есть если бы дьявол, будучи часто поражаем, оставался в покое И кротко переносил наносимые ему раны Не удивительно, если змей, получая непрестанные удары, свирепеет и бросается на ударяющего А дьявол, присмыкаясь, свирепствует против всех, злее всякого змея И нападает, выстояв жало, подобно скорпиону Это не должно смущать нас Возвращающемуся с войны после сражения и победы Необходимо быть в крови, а нередко иметь раны Посему и ты, когда видишь, что кто-нибудь подает милостыню Совершает множество других добрых дел И таким образом сокрушает силу дьявола А между тем подвергается искушениям, бедствиям Не смущайся этим, что сильно поражает дьявола Но для чего, скажешь, Бог попускает это? Для того, чтобы он удостоился больших венцов А дьявол получил сильнейшее поражение Ибо когда он, делая добро и испытывая зло, за все благодарит Бога Тогда дьявол поражается Великое дело быть милосердным и добродетельным Тогда, когда обстоятельства благоприятны Но гораздо важнее не отступать от доброй деятельности И во время бедствий В последнем случае человек действует собственно для Бога Итак, возлюбленные Будем ли мы находиться в опасностях Или терпеть что-нибудь прискорбное Станем с тем большим усердием совершать подвиги добродетели Ибо не ныне время воздаяния Не будем искать венцов здесь Дабы во время раздаяния венцов Нам не уменьшить свои награды Как у художников, работающих на собственном издевении Получают большую плату А проживающие на счета нанявшего их Получают плату гораздо меньшую Так и из святых Кто совершает много добра И терпит много зла Тот получает полную награду И гораздо больше воздаяния Не только за добро, которое он сделал Но и за зло, которое он претерпел А кто наслаждается здесь, живя в удовольствиях, роскоши Тот получает там не столь светлые венцы Посему не будем искать воздаяния здесь Но тогда особенно и будем радоваться Когда мы, делая добро, терпим зло Потому что там Бог готовит нам награду Не только за добрые дела, но и за претерпеваемые искушения Дабы сказанное было яснее Представим двух людей Богатых Которые оба милосердны И подают бедным Потом пусть один останется при своем богатстве И наслаждается полным благодействием А другой пусть впадает в бедность Подвергается болезням, несчастьям И между тем благодарит Бога Когда они отойдут отсюда То, который из них получит большую награду Не явно ли, что подвергающийся болезням и скорбям Так как он и в благодействии, и в злополучии Не впал в человеческие слабости Без сомнения Он Такой человек подлинно Есть столб адамантовый Есть раб верный Если же всякое добро подобно делать Имея в виду не царство, а волю Божию Которая больше всякого царства То чего удостоится тот Тот, кто не неродит о добродетели Потому что здесь не получает За нее воздаяния Посему не будем смущаться Когда видим, что кто-нибудь Принимающий в себе вдовицу Часто угощающий бедных Лишается своего дома Из-за пожара Или испытывает другое подобное несчастье Он и за это получит награду Так и Ивоу Не столько удивляются за его милостыни Сколько за следование потом страдания А друзья его за то и осуждаются И почитаются ничего не стоящими Что они требовали воздаяния В настоящей жизни И поэтому Неправедно Судили о праведнике И так Терпя бедность И нищету Не будем искать воздаяния В здешней жизни Крайне постыдно Домогаться Здешних благ Тогда как нам Предложено небо И благо выше Чем небесное Слава Господу нашему Иисусу Христу В веки веков Аминь